Александр, вы стали автором книги про всем известный Уралгрейт. Расскажите поподробнее, сколько лет потребовалось, чтобы собрать всю-всю информацию, и кто помогал вам в написании? Да, здравствуйте. Тут речь не о годах, сколько лет. Можно сказать, что в течение этого лета, достаточно быстро, оперативно. Случилось месяца 4-5, ушло на сбор материала, написание книги, все эти технические моменты, вопросы. И вот сейчас фактически она уже готова. Издаем пилотные номера, вот на днях он будет, что там, последний как сделать нюансы, да, где-то там что-то посмотреть, сгладить. И вот она должна уже напечатать, мы ее планируем в конце месяца. Собственно, в декабре уже презентация будет уже такая полноценная. Как вы знаете, мы ее планировали сделать немножко пораньше, вот недавно на матче фарма, да, с униксом, ну вот, ковид-ограничения несли, помешали нам это, да, произвести. Ну, как бы, знаете, все, что не делается, все к лучшему. Такой философии придержимся. Это позволило нам где-то даже доработать и сделать получше, презентабельнее, так, ну, больше фотомитериалов даже найти, чтобы это был, вышел, действительно, такой, достаточно уникальный, презентабельный, да, вариант книги. Что-то было, действительно, ну, приятно держать в руках и был, действительно, таким отличным подарком, там, к Новому году, там, для людей, которые все это помнят, все это знают, видели, еще раз это видеть, почитать. Я думаю, будет достаточно интересно. И люди, болельщики, и те, кто не застал в те времена, с удовольствием почитают и вспомнят, и что-то для себя новое откроют в этой книге. А кто принимал непосредственно участие в ее создании? Ну, наверное, таким главным человеком, да, как, таким, системообразующим, как во всем первом баскетболе был Сергей Валентинович Кущенко. Поэтому, естественно, когда, ну, идея, она, собственно, не нова, в описании книги. Я думаю, и до меня кто-то там пытался, я знаю, там, какие-то были варианты, там, да, заходили, так или иначе, что-то сделать, да. Ну, тот человек, который меня поддержал, там, да, когда вот у меня возникла, когда я понял, что я готов к этому, да, что у меня есть некий, там, опыт, материал, что это будет интересно уже всем. Да и прошло все-таки, там, 20 лет, юбилей вот этой первой победы, знаменитой, в 2001 году как раз вот так совпало, да, 20-летие победы, первое чемпионство Раудгрейта. И все как бы один к одному сошлось. Ну, пообщались с Евгением Валентиновичем Кущенко, получил от него одобрение, потому что это было самое главное, да, что нужно было для работы над книгой. И дальше уже как бы работа пошла сама собой, достаточно так быстро, бойко, потому что там все ребята, все люди, которые были причастны к этой команде или к клубу, они с удовольствием шли на контакт. Это было где-то больше 30 человек, да, в процессе работы над книгой я поговорил, это там больше 50 часов там аудиозаписи в испоряжении было, то есть такая работа была достаточно объемная, большая. Ну, собственно, вот эти летние месяцы, благо, при этом, да, вот все ограничения позволяли сидеть дома и работать. Вот так все сложилось, я думаю, как бы тут как бы все ограничено произошло. После того, как книга выйдет, вы рассчитываете на какую-то популярность, там, я не знаю, либо это вот на прибыль, либо это чисто для болельщиков вы делаете? Ну, конечно, это держим в уме, что это будет книга популярна, да, в первую очередь там для той аудитории спортивной, баскетбольной, которая интересуется, да, и, ну, и, конечно, для жителей Пермского края, да, для, все-таки, большое количество людей было, как бы, сопричастно к этому событию, да, к этой команде клуба, все-таки этот охватил период такой был достаточно сильный, да. А если говорить о самой книге, есть ли там какие-то моменты, может быть, какие-то темные пятна в истории клуба, которые нигде не освещались в то время, чтобы не портить репутацию? Нет, ну, как бы, я, естественно, подходил к этой работе, так старался творчески подходить, да, и многие там нюансы, там, факты, которые в свое время, будучи там еще молодым да юным корреспондентом, да, газеты «Спорт-экспресс», я не мог по каким-то причинам, да, освещать, по-моему, в газете, да. Сейчас, конечно, я попытался все это показать, какие-то там смешные, не очень смешные, какие-то скандальные, там, ну, как бы, один из там слоганов, да, этой книги, все-таки, что это все-таки книга, там, для болельщиков, да, она без какого-то лишнего пафоса и цензуры работает. Все-таки мы хотим показать, что это, как бы, не только, там, голы, очки, секунды, да, баскетбол, спорт, а это, как бы, люди, это переживания, какие-то интриги, да, какие-то моменты живые, там, да, вот тот же, там, взятист, очень, был такой харизматичный баскетболист, в основном, Роу Грейтор, Рой Тарпли, американец, да, его уже нет живых, который прилетел вперед, там, со своими проблемами, там, многие, там, в этом знали, да, что он, у него были проблемы, там, с алкоголем, наркотиками, да, и проект, он, собственно, из Америки был выслан и оказался в Перми, да, и вот там многие всякие интересные нюансы про то, как он тут жил, как Роу Грейтор его, как бы, терпел и направлял его вот эту энергию в мирное русло, да, ну, и поэтому, что есть всякие, там, около-покол, какие-то баскетбольные интриги, там, связанные, в том числе, там, с нынешним противостоянием с СССР, где был не только баскетбол, а было много около баскетбола, было много, там, да, вот этих всяких нюансов, такой, такой, политический, там, да, какой-то интриг много было, ну, это действительно была такая война между клубами, между клубами, где, собственно, там, не выбирали средства, да, достижения, цели. Держим в уме, что это будет, конечно, популярно, да, в первую очередь, там, для той аудитории спортивной, баскетбольной, которая интересуется, да, и... У команды не такая продолжительная история, и вот название «Комета» — это как ассоциировать? Ну, вот, действительно, такая аналогия пришла, причем пришла она и ко мне, там, да, вот, мы очень, я считаю, очень удачно, это мы в процессе разговора с Алексеем Пегушиным, это один из олицетворений, да, перскому баскетбола, место воспитания, да, человек, который, так как бы, стержневым персонажем, да, ну, в роли Греции. Ну, в процессе общения, работа над книгой, сидели, общались, помню, еще с Пермитом, да, как раз в кафе сидели, и он в процессе разговора им сказал, вот, Греция такая комета, которая пролетела, осветила все вокруг себя и там улетела, все. И он говорит, вот, кстати, название для книги. Так, окей, раз запомнилось, и уже в процессе работы я уже действительно комета. Мы уже проговорили о том, кто вам помог с идеей, кто помог с информацией. А вот в плане финансовой вам кто-то помогал? Ну, в плане финансовых затрат? Ну, конечно, определенные финансовые затраты есть, да, и будут, но, опять же, мы говорим о том, что планируем как-то все-таки уйти как минимум в ноль, да, за счет, там, аудитории перской. Да, тут не будут там скрывать, да, Сергей Анатольевич Кученко оказал поддержку в этом, да, что-то там через знакомых мы тоже там договорились, там, по типографии, по определенным делам, как-то сделать это наиболее экономически выгодно, да, в то же время, чтобы был продукт действительно качественный. Ну, я не скажу, что это все-таки большие или великие деньги. Это, в принципе, нормально, да. А вы лично планируете посетить Перми, провести вот эту долгожданную, я думаю, для вас презентацию книги? Да, безусловно, да уже, собственно, мы, как бы, уже билеты были в кармане, да, до этого всего момента, как наступили эти ограничения очередные, да. Сейчас, конечно, в наше время сложно что-то загадывать, но думаю, что в декабре мы обязательно это сделаем до Нового года. Хотелось бы, чтобы до Нового года был какой-то, да, подарок от всех поклонников баскетбола, тем более мы уже об этом, как бы, объявили, да, как-то вот сказали, что вот состоится, и хотелось бы, естественно, сделать это на матче команды Парма, чтобы пришли зрители, и можно было в свободном доступе купить твоя книгу, как бы, там, провести автобус в сессию там с теми ребятами, из команды, которые побеждали 20 лет назад, ну, чтобы это сделать презентабельно и красиво, да, чтобы презентовать эту книгу. А если вдруг Парма станет чемпионом Единой Лиги ВТБ, вы готовы будете написать еще одну книгу про пермский баскетбол? Знаете, сложно сейчас это загадывать, да, готов, не готов, все-таки пусть это сделает человек, который был с Парма уже с первых дней, там, да, я не считаю право себя этим заниматься, все-таки я в Рогрейд, да, это моя молодость была, все те годы работы, да, в газете, когда я каждый день был с командой, фактически все эти матчи, всех знал, у нас с теми общался, тут будет достаточно сложно, я не нахожусь внутри процесса, так что я оставлю эту миссию, задачу, местным, возможно, журналистам. Спасибо, Александр, за беседу.